Верните наши деньги, требуют сотрудники разорившегося Челяб Автотранса. Предприятие «Банкрот» задолжало водителям и кондукторам 29 миллионов рублей. Уже почти полгода люди не могут дождаться заработной платы. А теперь многие еще и вынуждены ушли в неоплачиваемый отпуск. Тему продолжит Иван Лежнин. Я водитель второго класса, у меня хороший опыт. Я могу принести пользу предприятию на большом автобусе. Почему меня предпознали перед выбором? Или увольняйся, или пиши без задержания. Да, я ушла без задержания пока. На повышенных тонах проходит встреча водителей и кондукторов с руководством автобусного предприятия Челябинска. Эмоции зашкаливают. Около 150 сотрудников уже почти полгода ждут, когда им выдадут заработанные деньги. При этом многие вынуждены сидеть в неоплачиваемом отпуске. На всех не хватает автобусов. Мне сначала задолженности должны были лично мне 58 тысяч. Это за два месяца, то есть за апрель, за март. И компенсация за отпуск. На следующий день 11 тысяч перевели. На встречу с разгневанными сотрудниками пришли руководители двух предприятий. МУПа Челяб Автотранс, который был признан банкротом из-за долгов в 800 миллионов рублей. И пришедший ему на смену ООО «Общественный городской транспорт». Туда перешли все сотрудники МУПа. Люди ждут ответов. Когда им выплатят все, что причитается, и когда их всех обеспечат работой. Первое – деньги. Забота предыдущего руководства. В общей сложности разорившийся Челяб Автотранс задолжал сотрудникам 29 миллионов рублей. Сейчас любые финансовые поступления идут именно на погашение долга перед людьми, уверяет директор МУПа Эдуард Маховский. За последний месяц треть суммы уже выплатили. К нам на счет пришло 12 миллионов 541 тысяча. Это 9,5 миллионов от ОГТ и 3 миллиона от всех прочих наших арендаторов. Куда ушли эти деньги? Они все 100% ушли на погашение заработной платы. Из 12,5 миллионов на зарплату на руки ушло 9,5 миллиона и 3 миллиона ушло на погашение НДФЛ. Чтобы рассчитаться с долгами, МУПу нужно продать имущество. Покупатель есть, но тянет с оплатой. На него подали в суд заседание на этой неделе. Либо сделка состоится, либо нужно будет искать нового покупателя. А 10 июля арбитражный суд рассмотрит еще один иск на 90 миллионов от МУПа банкрота к администрации Челябинска. По словам истца, именно такую компенсацию за перевозку льготников предприятию не выплатили несколько лет назад. Можете в бухгалтерии узнать, мы практически через день до каждый день по 250-300 тысяч тратим на форсунки. Вторую проблему и нехватку автобусов на всех сотрудников должен решить нынешний работодатель. С зарплатами у него проблем нет, но по наследству от МУПа досталась проблемная техника. Вместо 300 положенных машин за последние годы в строю остались меньше трети. Сейчас вкладываются в ремонт и постепенно возвращают сотрудников на восстановленные автобусы. Мы в апреле месяце стартовали с 78, я имею в виду большие автобусы, потому что они сейчас наиболее актуальны. И сейчас мы уже добились до 102 выхода на сегодняшний день, 102 автобуса. Естественно, этого не хватает, 300 и 102. Напомню, МУП Челяб Автотранс переживал финансовые трудности несколько лет. Накопил долг перед сотрудниками и поставщиками ресурсов, предприятие обанкротилось. С апреля автобусными перевозками занимается новая компания. Иван Лежнин, Дмитрий Абрахин, ОТВ.